МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О главных событиях понедельника расскажет команда проекта «Наше время». Здравствуйте! В начале новой недели следует знать о таком. Президент Украины прибыл в США, где выступит на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, а также проведет ряд дипломатических встреч. Владимир Зеленский представит союзникам план победы Украины. У нас не так уж много времени. Следующие несколько месяцев будут решающими. Запорожье снова под обстрелом российской армии. Ночью путинские войска бомбили центр города. Пострадали более 20 человек, повреждены десятки жилых домов. Последствия российского террора в репортаже «Фридом». Операция ВСУ в Курской области развивается. Украинские десантники прорвали новый участок российской границы. Сила обороны Украины контролирует больше тысячи квадратных километров территории противника. Путин снова пытается превратить зиму в оружие и продолжает уничтожать украинскую энергосистему. Как остановить диктатора и подготовить Украину к холодам? В Нью-Йорке обсудили лидеры стран G7. И мы знаем, что предстоящая зима будет сложной, поэтому все страны-союзники работают вместе каждый день. Мы должны обеспечить Украину всем необходимым, чтобы она смогла пережить зиму. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США. Там он выступит на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, а также проведет ряд встреч. Сначала в Белом доме с лидером США Джо Байденом, а после с кандидатами в президенты от обеих американских партий Камалой Харрис и Дональдом Трампом. Ожидается, что Зеленский представит и план победы. Президент Украины уже встретился с губернатором Пенсильвании Джошем Шапира. Во встрече также приняли участие сенатор от штата Боб Кейси и конгрессмен Мэтт Картрайт. Зеленский поблагодарил высокопоставленных чиновников за ту поддержку в защите независимости Украины, которую оказывают США на всех уровнях. И для нас очень важно поблагодарить простых людей. От нас, от всех украинцев поблагодарить всех американцев за такую поддержку. Мы счастливы, что у нас есть такие партнеры. И мы, конечно, понимаем, что Соединенные Штаты помогали нам с самого начала полномасштабной войны. Но мы рассчитываем на дальнейшую поддержку. Мы благодарны президенту Байдену за двухпартийную поддержку, благодарны заводам, которые производят боеприпасы, их работникам, а также офицерам, солдатам, хирургам за такую поддержку, за то, что остаетесь с нами. Во время этой встречи стороны обсудили перспективы Украины и США на региональном уровне и подписали соглашение о сотрудничестве между Запорожской областной администрацией и Содружеством Пенсильвании. Среди главных направлений взаимодействия – энергетика, аграрная сфера, цифровые технологии и оборона. Документ также должен способствовать восстановлению Запорожской области. Кроме этого, президент Украины ожидает укрепления сотрудничества в сфере производства оружия и военной техники. Во время своего визита в США президент Зеленский получил награду Американской академии достижений – The Golden Plate Award. На протяжении 60 лет этой наградой отмечают вклад в развитие человечества. Выступая с благодарственной речью, Зеленский отметил, что следующие несколько месяцев будут решающими в войне, а у Украины не так много времени для победы. У нас не так уж много времени. Следующие несколько месяцев будут решающими. В этой войне. Войне России против Украины и всех вас. Потому что это война России против самой свободы. У нас мало времени, чтобы определить, каким будет ее результат. И мы должны определить его. Ни Россия, ни ее кровавые союзники. Мы должны быть быстрее. Нам нужно не потерять следующие несколько месяцев в войне, чтобы не потерять следующие десятилетия. Также Владимир Зеленский посетил военный завод в Пенсильвании. На предприятии увеличат производство артиллерийских снарядов для Украины калибра 155 мм. Президент отметил, что на этом и других американских заводах уже в несколько раз нарастили объем производства и продолжат увеличивать мощности. До 22 возросло число пострадавших в результате российского обстрела Запорожья. Среди них двое детей. Российская армия нанесла авиаудар по центру города в ночь на 23 сентября. Повреждены десятки жилых многоэтажных домов и два учебных заведения. В больницах до сих пор остаются две женщины. У них минно-взрывные травмы. Подробнее о последствиях российского обстрела расскажут наши запорожские корреспонденты. Российские войска обстреляли центр Запорожья около полуночи. Одна из авиабомб упала во дворе пятиэтажки. В этот момент Любовь Васильевна была в своей квартире. Рассказывает, сразу после взрыва схватила документы и выбежала на улицу. Боялась, что дом обрушится. В квартире Веры Николаевны взрывная волна выбила балконные двери и все окна. Осколки стекла сильно поранили руку. Женщина уже собрала вещи, чтобы переехать к дочери и ее мужу. Не знает, когда сможет вернуться в свою квартиру. Там страшно. А буду ли я там жить вообще? Я сомневаюсь. Я сомневаюсь. Там все разбито. Чтобы потушить пожары и эвакуировать пострадавших, на места взрыва выехали спасатели. К счастью, никто не погиб. Однако ранения получили более 20 человек, в том числе 15-летний подросток. В некоторых квартирах пришлось деблокировать двери, чтобы вывести жильцов, говорят спасатели. 27 человек были эвакуированы. Спасатели ликвидировали возгорание одной машины и балкона квартиры. По предварительной информации, российские войска сбросили на Запорожье три авиабомбы, какие именно сейчас устанавливают эксперты, сообщили в областной военной администрации. Сейчас говорить, что это было рано, так как нужно дождаться результатов экспертизы. Возможно, это была и управляемая авиабомба, но точно пока неизвестно. Более подробно скажем после экспертизы. В Запорожье взрывы повредили 40 многоэтажек. В большинстве из них выбиты окна и двери. В некоторых сорваны крыши и частично разрушены стены. Сейчас коммунальные службы и сотрудники мэрии проводят описи повреждений, чтобы спланировать ремонты. И принимают заявки жильцов на получение первоочередной помощи и компенсации за разрушенное жилье. Валерий Бакус, Олег Притыкин, Борис Яковенко из Запорожья для телеканала «Фридом». Один человек погиб, четверо ранены в результате российских обстрелов Харьковской области. Утром оккупанты ударили по Купенску из артиллерии. Погибла пожилая женщина. Также захватчики атаковали ракетами торнадо «С» и кассетными боеприпасами поселок Старый Салтов. Ранения получили трое полицейских. Кроме этого, россияне ударили по селу Осиново. Там пострадала местная жительница. Также повреждены жилые дома и хозпостройки. Второй день подряд российские войска обстреливают Краматорск Донецкой области. В результате сегодняшней атаки в городе есть жертвы и ранены. А из-за пожаров, вспыхнувших после взрывов российских снарядов, Краматорск покрыт пеленой дыма. Подробности расскажут наши корреспонденты. В полдень российские войска шесть раз атаковали Краматорск. Часть кассетных боеприпасов упала на территорию одного из частных секторов. В результате погибла одна мирная жительница. Еще три человека получили ранения. Невестка ваша погибла? Это уже 45 лет, да, говорят женщины? Ну, сегодня она торгует на рынке вещами. А сегодня же понедельник выходной. Она сюда до сына два раза в неделю приезжает. Ну, корчей можешь привозить, понимать. И вот сегодня приехала с утра сюда и как раз приехала. А сын с ранениями или нет? Тоже забрали травматологию, что-то там, да, рука теперь перебитой, осколки там, не знаю, что ли. Вот вы здесь слышали шесть-семь взрывов? Ну, сразу было два или три вот там в лесу. Я, наверное, ничего не поняла. А потом тут ближе началась. Смотрю, серый дым пошел отсюда. Вон, дверь, железную дверь пробила. Ну, громко было, да? Слышали громко? Очень громко. Напугались? Да. Ну, я думала, что гром вышел на крыльце, а оно как гахнуло. И не один раз. Результатом массированного обстрела Краматорска стало и возгорание лесных массивов города, над ликвидацией последствий которых уже несколько часов борются спасатели. Алена Грамова, Евгений Кармазин из Донецкой области для телеканала Freedom. Союзники Украины должны снять все ограничения на использование переданного оружия. Об этом заявила премьер-министр Дании Мэтте Фредериксон в интервью Bloomberg. Она также призвала прекратить дискуссии о красных линиях. Я предлагаю, давайте закончим обсуждение красных линий. Самая важная красная линия уже пройдена. И это произошло, когда россияне вторглись в Украину. Поэтому я не прийму это условие и никогда не позволю никому из России решать, что правильно делать в НАТО, в Европе или в Украине. Когда вы смотрите на поведение России не только в Украине, но и на Западных Балканах, когда вы смотрите на поведение России на Ближнем Востоке, в Африке, я вижу Россию, которая пытается дестабилизировать этот мир с помощью большого количества различных мер. Пожалуйста, не говорите о Путине. Мы должны говорить о России. Россия дестабилизирует единый мировой порядок. Мэтте Фредериксон, премьер-министр Дании. В интервью Bloomberg. 89 боевых столкновений зафиксировано на фронте с начала суток. Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, российские оккупанты не прекращают безуспешных попыток продвинуться вглубь территории Украины. Силы обороны сдерживают штурмы и уничтожают противников вдоль всей линии фронта. А также успешно продолжают операцию в Курской области. Подробности в сюжете. По данным Генерального штаба ВСУ, сложная остается ситуация на Покровском направлении. Там российские оккупанты с начала суток 18 раз пытались штурмовать украинские позиции. Как отмечают в Генштабе, все атаки противника были отражены. На Торецком направлении россияне применяли штурмовую и бомбардировочную авиацию. Силы обороны Украины отразили на этом направлении 13 атак. 12 штурмов украинские воины отбили на Кураховском направлении. Также в Генштабе отметили, что силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. В частности, еще один из участков российской границы прорвали воины Полесской бригады десантно-штурмовых войск ВСУ. Бойцы выложили соответствующее видео, хотя и не указали точную локацию прорыва. Это уже вторая успешная операция прорыва российской границы с начала операции на территории Курской области РФ. На видео зафиксированы проработка проходов в инженерных заграждениях, заход десантно-штурмовых подразделений на территорию противника и бои в пограничной полосе, где танкисты десантно-штурмовых войск разобрали опорный пункт противника. И сообщение командования десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины. Facebook. Курская операция Сил обороны Украины существенно повлияла на ситуацию на Харьковском направлении. Украинские воины отмечают, что часть российских подразделений ушла с этого направления. Хотя оперативная обстановка здесь остается сложной, и Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск. Когда началась Курская операция, мы были направлены на Липце Глубокое. Там действительно были серьезные бои, там была морская пехота Тихоокеанского флота. Когда началась Курская операция, часть этого подразделения сорвалась и ушла в другую сторону. То есть, действительно, это повлияло, я не знаю, замысла Курской операции, точно это покажет историю. Но я уверен, что задача, которая стояла перед Курской операцией, она выполнена и продолжает выполняться. Олесь Маляревич, замкомандир батальона 92-й отдельной штурмовой бригады имени Кашевого атамана Ивана Сырко. В интервью Суспильно. В Луганской области ВСУ отразили штурмы противников вблизи четырех населенных пунктов, в частности, в районах Макеевки, Балки-Журавки, Белогоровки и села Стельмаховка. Как отметили украинские воины, российские оккупанты были ликвидированы, а техника противника уничтожена. Массовый штурм российских оккупантов украинские военные отразили и в районе села Константиновка в Донецкой области. Как отметили таврические десантники, на прорыв россияне бросили 20 единиц техники, танки и бронемашины. Часть была уничтожена ВСУ при помощи дронов и артиллерии, а часть техники попыталась позорно сбежать с поля боя, но также была уничтожена. Ну, уже отследили, потом отследили технику, что она ушла, там, а их пивишники, то, что добивали ее, а мы уже переключились на пехоту. 1330 российских солдат ликвидировали силы обороны Украины за минувшие сутки, всего же с начала полномасштабного вторжения. Потери армии России превысили 643 тысячи, сообщает генеральный штаб ВСУ. Также украинские военные уничтожили за сутки 16 российских танков, 30 боевых бронемашин, 81 артиллерийскую систему и 2 РСЗО. Кроме этого, силы обороны Украины сбили более 70 беспилотников, а также поразили 80 единиц автомобилей и спецтехники противника. Необходимо повысить эффективность системы ООН для поддержания мира и безопасности на планете. Об этом заявил президент Польши на саммите будущего Организации Объединенных Наций. Анджей Дуда подчеркнул, сегодняшние глобальные проблемы требуют коллективных действий. Отдельные государства не могут решать их в одиночку. Мы все видим значительные изменения в международных отношениях, основанный на международном праве и солидарности порядок, закрепленный в уставе ООН под серьезной угрозой. Глобальная многосторонняя система стала во многих отношениях недееспособной и нуждается в реформировании. Мы не можем мириться с тем, что те, кто бросает вызов основанному на уставе ООН порядку, становятся все сильнее. Агрессия России против Украины является ярким примером этого. Как постоянный член Совета Безопасности ООН, Россия должна соблюдать как устав ООН, так и международное право. Однако, напав на суверенное государство, она отказалась от этого обязательства. Следовательно, Россия больше не может претендовать на защиту международной системы безопасности и других стран. Напомню, саммит будущего стартовал в Нью-Йорке в штаб-квартире ООН накануне. Его цель – работа над решением актуальных проблем. От борьбы с повышением уровня моря до ликвидации голода. Страны ООН уже согласовали ключевой документ саммита, так называемый пакт во имя будущего. Договор из 42 страниц содержит перечень намерений стран по решению глобальных проблем, таких как военные конфликты, изменение климата, а также реформирование ООН. Президент Украины Владимир Зеленский поддержал это решение. Соединенные Штаты и их союзники намерены оказать помощь в подготовке украинской энергосистемы к предстоящей зиме. Об этом на встрече министров стран G7 по вопросам энергетики в Нью-Йорке заявил глава Госдепартамента США Энтони Блинкен. По его словам, зима будет непростой, поэтому для помощи Украине уже мобилизованы порядка 4 миллиардов долларов. Мы снова столкнулись не только с перспективой, но и с реальностью того, что Путин превращает зиму в оружие, превращает погоду в оружие, чтобы использовать энергию в своих попытках подчинить Украину. И мы знаем, что предстоящая зима будет сложной, поэтому все страны-союзники работают вместе каждый день. Мы должны обеспечить Украину всем необходимым, чтобы она смогла пережить зиму. Более 16 миллионов евро на поддержку энергосистемы Украины, которая подвергается российским атакам, направило правительство Дании. Об этом заявил министр климата, энергетики и коммунальных услуг Ларс Огарт на встрече министров стран G7. Он отметил, что новый вклад Дании сделает энергоснабжение Украины более устойчивым. Армия Путина не только нарушает границы суверенной Украины, но также Россия нарушает правила войны массированными атаками на украинскую систему электроснабжения и отопления. Не за горами зима многие украинские дома могут остаться без тепла и электричества. И мы должны сделать все возможное, чтобы украинская энергетическая система стала максимально сильной. Ларс Огарт, министр климата, энергетики и коммунальных услуг Дании. Постоянная палата Третьейского суда в Гааге начала слушание по существу по иску Украины от 2016 года, где Россию обвиняют в нарушении Конвенции ООН по морскому праву в Азовском море и Керчевском проливе. Как сообщила пресс-служба украинского МИДа, дело касается нарушения основополагающих морских принципов, а это право на транзитный проход, свобода судоходства, обязательства по защите подводной окружающей среды и культурного наследия. Со вступительным словом, перед слушаниями, которые продлятся до 5 октября, выступил посол по особым поручениям МИД Украины Антон Кореневич. Он отметил, что Россию необходимо привлечь к ответственности. Россия не вправе переписывать морское право. Государство-участники согласовали ЮНКЛОС как конституцию морей. Каждое государство-участник, включая Российскую Федерацию, должно придерживаться его положений. Когда Украина подала иск по этому делу в 2016 году, неуважение России к международному праву уже было очевидным. Россия стала строить так называемый Керченский мост. Она начала преследовать суда под иностранным флагом. Она захватила буровые установки под флагом Украины. Она присвоила драгоценное подводное культурное наследие. Россия также незаконно оккупировала Крым и расширила свою агрессию на другие регионы Украины, что является еще одним свидетельством неуважения к Украине и международному праву. Антон Кореневич, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины. Российские атаки на зерновую инфраструктуру Украины могут спровоцировать дефицит продовольствия в странах Азии и Африки, заявили в офисе генпрокурора Украины. Там отметили, что Кремль шантажирует мир, создавая реальную угрозу голода. Кроме этого, Россия стремится навредить украинцам. Москва пытается похитить зерно, а если это не удается, уничтожить. Андрей Дмитренко продолжит тему. 12 сентября Россия нанесла ракетный удар по гражданскому судну в Черном море, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Корабль с грузом пшеницы направлялся в Египет. Сразу после выхода из украинских территориальных вод он был атакован армией страны-агрессора. 20 сентября Москва ударила ракетами по гражданской и припортовой инфраструктуре Одессы. В ООН заявили, такие действия создают угрозу для мировой торговли. Мы видим здесь и шахеды, так называемые иранские дроны. Мы видим ракеты тактической авиации, которые запускаются с самолетов тактической авиации. Мы видим ракеты морского базирования, наземного базирования. Мы видим искандеры. На самом деле это говорит только о том, что это хорошо скоординированная политика, потому что все эти средства поражения и решения об их применении принимаются на совершенно разных уровнях. То есть фактически Россия шантажирует мировое сообщество возможностью, реальной возможностью создания голода. Атаки российской армии по украинской портовой инфраструктуре в Черном море усилились после того, как Россия вышла из Черноморского зернового соглашения в июле 2023 года. Украина смогла в буквальном смысле отвоевать морской коридор для экспорта своей продукции. Несмотря на войну, Киев остается гарантом глобальной продовольственной безопасности, заявил президент Украины. За более чем год работы нашего экспортного морского коридора было транспортировано уже 70 миллионов тонн грузов. Из украинских портов вышли более 2500 судов. Порты Азии, Африки, Европы и Америки принимают наши украинские грузы. Страны от Египта до Индонезии, от Туниса и Ливии до Индии, от Алжира до Китая получили наше украинское зерно. Владимир Зеленский, президент Украины, в Телеграм. Благодаря инициативе «Зерно из Украины» в Эфиопии, Сомали, Йемене и Судане миллионы людей получили необходимые продукты, подчеркнул Владимир Зеленский. В январе 2024 года Украина вышла на довоенные показатели экспорта по морю, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Эксперты отмечают, достичь таких результатов Киеву помогли партнеры. Украина морем транспортирует свою продукцию, но не через Черное море, а в территориальных водах, собственно, нашей страны, Румынии, Болгарии и дальше Турции. Считайте, что когда говорим о партнерах, то первая группа – это черноморские страны Румыния, Болгария, Турция. Вторая – это Великобритания, страховые компании, которые позволяли нам это делать. Ну и давайте все-таки добавим третью группу. Это страны, которые предоставляют Украине вооружение, которое помогает нам диктовать условия на Черном море. Российские оккупанты воруют зерно на временно оккупированных российской армии территориях Украины, а потом продают его за рубеж. С начала полномасштабного вторжения России в Украину на временно оккупированных территориях Москва украла зерна больше, чем на 723 миллиона долларов, сообщили в офисе генерального прокурора Украины. И это лишь предварительные данные. Российский военный самолет сегодня трижды нарушил воздушное пространство Японии. Из-за этого японский истребитель-перехватчик впервые в истории выпустил сигнальную ракету. Об этом сообщил министр обороны страны на брифинге в Токио. Нарушение воздушного пространства нашей страны российским военным патрульным самолетом вызывает крайнее разочарование. Мы выразили решительный протест российскому правительству по дипломатическим каналам и настоятельно призвали не допустить повторения подобного инцидента. Силы самообороны Японии продолжат бдительно следить за военными передвижениями России в воздушном пространстве вокруг нашей страны. НАТО должно четко дать понять России, что нарушение воздушного пространства стран Альянса неприемлемо. Об этом в интервью Делфи заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс. И отметил, что периодически залетая на территорию НАТО, российские беспилотники имеют определенную миссию. Теперь мы знаем, что это, конечно, стратегия России. Каждый раз идти на шаг дальше и маленькими шажками прощупывать, как далеко можно зайти. Поэтому, думаю, мы должны четко заявить, что это неприемлемо. И мы должны постоянно обсуждать с союзниками, достаточно ли у нас средств для защиты нашего воздушного пространства. Если нет, то мы должны убедиться, что для этого нужно больше. Больше давать, больше снабжать. Поэтому, как я сказал, послание России должно быть четким. Нарушение воздушного пространства НАТО неприемлемо. Рубен Брекельманс, министр обороны Нидерландов. В интервью Делфи. Также Рубен Брекельманс отметил, что в скором времени Украина получит от Нидерландов три пусковые установки для зенитно-ракетного комплекса «Патриот». И подчеркнул, что речь идет о так называемом пазле. То есть Амстердам и другие союзники предоставят разные компоненты системы «Патриот», чтобы Украина получила полноценный зенитно-ракетный комплекс. Новый глава правительства Франции Мишель Барнье впервые собрал министров своего кабинета и призвал их сосредоточиться на реальных, а не показательных действиях. То есть работать без театральщины. Первой большой задачей для консерватора Барнье будет представление плана бюджета на 2025 год. Также министры сфокусируются в частности на повышении уровня жизни, вопросах безопасности и контроля эмиграции, а также защите окружающей среды. Армия обороны Израиля нанесла более 300 ударов по объектам проиранской группировки Хизбалла в Ливане. Об этом сообщает Сахал. Премьер-министр еврейского государства призвал ливанцев эвакуироваться из домов и других мест, где может храниться оружие боевиков. У меня есть сообщение для народа Ливана. Израиль воюет не с вами, он воюет с Хизбаллой. Слишком долго Хизбалла использовала вас в качестве живого щита. Она разместила ракеты в ваших гостиных и в ваших гаражах. Эти ракеты и снаряды нацелены прямо на наши города, прямо на наших граждан. Чтобы защитить наш народ от ударов Хизбаллы, мы должны убрать это оружие. Начиная с этого утра, армия обороны Израиля предупреждает вас о необходимости держаться подальше от опасности. Я призываю вас отнестись к этому предупреждению серьезно. После завершения нашей операции вы сможете безопасно вернуться домой. На трех полигонах Литвы начались международные учения подразделений огневой поддержки «Огненный гром». Об этом сообщило командование вооруженных сил страны. Там отметили, что в маневрах, которые продлятся до 27 сентября, примут участие подразделения литовской армии, а также военные НАТО и США. Цель учений – отработка задач по ведению огня с закрытых позиций, а также улучшение взаимодействия между подразделениями союзников. Последствия наводнения ликвидируют в Центральной Европе. В Польше наиболее пострадал город Стронны-Сленской. Из-за разлива реки там прорвало плотину. Горожане и волонтеры начали расчищать развалы в надежде, что дома будут пригодны для проживания до наступления зимы, сообщает рейтер. В венгерской деревне Эршекчанат сейчас пик наводнения. Там жители переправляются через затопленные улицы на лодках. Напомню, на прошлой неделе потоп сильнейший за последние два десятилетия сейлхаус по всей Центральной Европе. По данным рейтера, стихия унесла жизни по меньшей мере 24-х человек и нанесла ущерб на миллиарды долларов. Напомню, что наш проект можно смотреть и в Ютубе, причем в любое удобное для вас время. Также найдете на странице Freedom и другой интересный контент. Информационные сюжеты, аналитические программы и важные интервью. Доступ к каналу даст QR-код на ваших экранах. На этом у меня все. Далее обсуждать актуальные темы начала новой недели продолжат Ирина Юсупова и Валерий Клименко. Информационный марафон далее в эфире Freedom. Оставайтесь с нами и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин